Офигеть! Чива-куница отработала! Офигеть! Слетай давай! Всем привет! Ну что, друзья, с Новым Годом! Вы уже в 20-м, а мы с Чива еще в 19-м. Моим подписчикам, которые постоянно пишут про охоту на куницу, ставим охоту на куницу. Новогодний такой подарок. Это то, с чего начинался мой канал. Первое видео, которое я делал, это про охоту на куницу капканами. Вкратце обрисую ситуацию, почему не ставил. Ну, во-первых, погода. Декабрь вообще был дождливый какой-то, теплый, и я поэтому не ставил капканы. Хотел раньше, но это не самая основная причина. У нас в Беларуси, в общем, хозяйство охотничье делится на зоны. Зона А – это зона ведения охоты на копытных. Там нельзя охотиться на зайца, на утку. Спортивная охота запрещена. Там можно только с егерем охотиться, только на копытных. Зона Б – это зона спортивной охоты, где на зайца, на утку можно охотиться. Ну, и на копытных тоже можно охотиться, тоже с егерем. Потом зона В – это зона покоя. Там вообще нельзя охотиться. И зона Г – это зона натаски собак, куда ты можешь прийти со своей собакой, чтобы ее в межсезонье выгулять, натаскать, но без оружия. И вот раньше я ставил капканы в зоне охоты на копытных. Раньше можно было просто говорить егерю, что ты ставишь капканы там-то, там-то, и все. И спокойно можешь идти. Сейчас у нас в путевке прописывают зона Б и зона Г, то бишь зона спортивная и зона натаски собак. И поэтому уже тут, когда инспекция тебя остановит, уже тут никак не прокатит, что ты без ружья и все остальное. Тут сразу тебя накажут. Лишение билета, лишение оружия на три года – все. Будешь без охоты. Не знаю, почему они так поменяли, почему так сделали, но я теперь не могу ставить капканы в тех местах, где я обычно ставлю. Я всегда ставил в зоне А, в зоне охоты на копытных. Там плотность зверя нормальная, там не смыкаются охотники с собаками. Так что сегодня я буду ходить по незнакомым местам для себя, где никогда вообще не ходил, ни в грибах. Ну вот чисто на карте посмотрел, массивчик леса, что можно поставить, что должна быть куница. Но тоже нюанс. Непонятно, какая есть здесь вообще зверь или нет. Ну, он-то есть по-любому, но какая тут его плотность. Поймается, не поймается. Всего остался месяц. Тем более в прошлом году мне говорили, что здесь охотится человек с лайкой. Ну, хороший рабочий там берет около 20 куниц. Ну и для этого массива я считаю, что тут это очень много. Не знаю, в этом году, если он не охотится, то... Ну, конечно, я не знаю конкретно, где охотится. Может, он тут не охотится. Ну, в любом случае, здесь прессинг намного больше по пушному зверю. Так, сразу не отходя от кассы, смотрите, что у меня есть. Кто помнит, я разыгрывал топор от кузницы Панова. И вот и говорил, что мне должен прийти еще один. Вот он, ребята. Топорик поменьше. И он явно мне уже побольше нравится, что я его могу носить с собой. Смотрите, какие, ну, не знаю, ножны. Не ножны, как она называется для топора, ножны. Смотрите. Можно. И очень такие прикольно сделанные. Ну, еще не работал, честно. Но по внешнему виду мне пока очень нравится. Вот лежал, блин, в багажнике поцарапался. Пока еще я вообще ничего не рубил им, но по первым ощущениям, по виду, он мне нравится. Сейчас все покажу. Смотрите, какие ножны хитрые. Есть вот такой. Первая часть, вот. Она как бы жестко здесь есть для ремня. Она жестко фиксирует их на поясе. И вторая часть. Вот такая вот. Тоже тут крепление вот для пояса. Можно будет быстро просто достать. Ничего там не расстегивая. Раз, достал. Сейчас я, в принципе, так и сделаю. На пояс зацеплю. И уже будем работать. Какие-то по ходу действия отзывы оставлю. Так он красивый. Смотрите, элементы ковки оставили. Там агав. По-быстренькому. Потому что в преддверии Нового года надо и дома что-то там какие-то дела поделать. Вот так это все выглядит на поясе. Это если без вот этих. Без вот этого чехла. Вот этим чехлом будет фиксироваться покрепче. Можно куртку даже совать. Но я буду часто его доставать. Поэтому после каждого капкана он мне будет нужен. Поэтому в следующий раз одену вот этим. Есть, конечно, в этой ситуации с тем, что в общедоступных местах ставим как бы свои плюсы. То, что можно ружье взять и собаку с собой. Ну вот. Следы. Это видно, ходили в субботу-воскресенье кто-то тут был. Какой-то из дней. Скорее всего, что вчера. Следы посмотрим заодно. Вот захламленность такая. Огница любит такую захламленность. Посмотрим мы. Я, в общем, наметил такой по карте, посмотрел кружок. Примерный. Буду ориентироваться с телефона. С гугл-карт. Даже вот примотал какой-то ремешок. Я обычно без ремешка хожу. Потому что, когда вешаешь ружье на плечо, сразу заяц выскакивает. А когда ремешка нет, у него не повесишь. И когда он выскакивает, оно всегда в руках. Уже так охочусь, наверное, года три или четыре. И одни положительные эмоции. Уже настолько привык, что ружье без ремня, что, ну, просто... Руки сами его раз, обняли, и все, и несу. Ну, никак не хочется его на плечо вешать. Не просится пока. Ну, может, подустану потом, повешу. Примотал на всякий случай. Думаю, так будет дофига всего. Край, как бы, угол леса. Может здесь бегать хуничка. Сейчас выберу. Деревья такие, сосна красивая, корявая. Сейчас попробуем, как рубит топор. Так, оттуда, отойдите. Нам не надо, она слишком маленькая. Правда, порубит хорошо, конечно. Вроде пока. Так, вот веточка хорошая. Веточка-палочка. Нам для капканчика. Сразу делаю вот так. Клоскость была. Так, топор, в принципе, нормально в руке держится. Топор нужно здесь сделать поуже. Чтоб был поувереннее хват. Слишком широковат. Вот тут, в этой части. А так рубит хорошо. Так, вот палка у нас. Палка-копалка. Сейчас посмотрим, как он гвозди забивает. Нормально. Все. Отлично. Должна была бы чуть-чуть выше. Нормально. Пойдет. Следующий, чуть выше поста. Специально попросил, чтобы мне обувь сделали. Плоский. Уже в том топоре был такой закругленный. Так, все. Топор мне пока больше не нужен. Так, вали отсюда, Ван. Теперь медная проволока, капканчик ставим. У меня есть медная проволока. Все просто, как бы. Ничего сложного нет. Раз, кусочек медной проволоки. Главное, ее не потерять. Потому что, если ее потеряешь, будет уже тяжелее стоять. Это, кстати, нулевочка досталась. У меня есть нулевочки. Есть единички. Мне как-то, наверное, больше в нулевочки ставить. Больше нравится ставить. Но, она как-то аккуратнее держит лапку зверя. Надо сильно, хорошо приматывать. Куниса срывает спокойно ее, эту медную проволоку. Бояться не стоит. Она еще... Еще не стоит забывать, что медная проволока растягивается. В процессе вот она постоит недельку и подрастянется немного. Уже капкан не так будет хорошо зафиксирован. А надо, чтобы он был хорошо зафиксирован. Потому что бывает такое, что куниса приходит и лапы пытаются сдвинуть вот так вот капкан. Все, отлично. Этот капкан стоит. У меня есть еще в деревне крылья утиные. Надо будет привезти, поподвешивать, чтобы болтались на ветру. Так, по приманке у меня сегодня это зайцы, остатки зайца и ворона. Все, идем дальше. Потому что... Фу, уйди. Уйди, щего. Это не тебе. Уйди. Все, иди ищи там кого-нибудь. Найди, пожалуйста. Что нам нужно, чтобы поставить капкан? Дрын. Ну, топор. Чтобы вырубить палку. Чтобы прибить гвоздь. Гвоздь один. Вязальная проволока. Либо какая-нибудь другая. Капкан сам и медная проволока. Все, капкан поставлен. Раз за три, пять минут и все готово. Как бы самый простой способ. И вполне себе рабочий. Если не верите, можете мои старые видео посмотреть. Пришел к поляночке. Сейчас будем ставить здесь где-нибудь, на краю полянки. Край полянки всегда работает. Всегда на краю лежит. Что-то не вижу заячьих следов в упор. О, вот и заяц. Бежал. Да. О, ничего себе. Даже заяца след есть. О. Поднялся заяц. Ну, далеко капец. Поднялся вообще далеко. Сейчас я покажу, где я его видел. Думаю, что-то мелькануло перед глазами. Я уже видел его метров до 100. Вот в той стороне. Ну, тут набегано заяцем. Хорошо. О. Хватает следов. О. Это куница, наверное, ходила. Свежая. Не, белка. Белка ходила свежая. Это мне нравится. Что зверюшек увидели. Это уже хорошо. О, ну, уже его, конечно, не... Молчиво тут крутит. Блин, жалко, что далеко так поднялся. Я в эту сторону хотел идти. Как бы можно было бы и по заяцу стрельнуть. О. О, так не очень и далеко поднялся. Получается. Я просто не увидел его. Я просто его не увидел. Хотя, может, он поднялся, когда я подходил там. Все-таки шумел. Блин, ну, прикольно. Зайчика видели. Вот там какой-то валежник сейчас вот. Вот там и поставлю. Раз тут такая движуха, живность. Здесь и будем ставить. Да. Главное, запомнить все места. Но я как бы немного капкана все буду ставить. Поэтому, думаю, все запомню. Так. О, вот тут и поставил. Возле этой валежины. Что тут не ходил окунуться по этому дереву? Молодец. Пришла быстро. Молодец, Чиева. Все, теперь найди мне еще одного заяца. И выгони на меня. Так, на ворону. Это уже у нас единичка. Раз. Работает. Проверять. Сразу есть. Ворона воняет. Ну, не знаю. Кто-то говорит, что ворону вообще никто не ест. Типа... Даже леса. Слышал я такую сказку. Ну, я один раз в жизни на ворону ставил капкан. И словил, как бы, куницу. Был у меня такой опыт. Опять побежал об этом следу. Пкана в пять поставлю. И рюкзак уже станет вдвое легче. Что не может не радовать. В этом году Чиева куницу одну отработала хорошо. Может, найдем какую. Было бы прикольно найти какую куницу с подсобаки взять. Далеко заяц подорвался. Ну, значит, можно, если что, заяца поторопить. Потому что нигде следов не было. В одном месте я увидел и поднял. Сейчас, если там где-то найдем след, можно будет чуть-чуть отвлечься. Вот здесь вот хорошее место тоже. Здесь идет граница высокого леса. И там такая болотина. Сейчас мы к ней подойдем, посмотрим. И валежник такой наваленный. Сейчас подойдем, глянем. Может, тут стоит втыкнуть какой капканчик. Втречка. Втречка. Орежм Goblin. Балежник. às distintos. し. Проко. Сто Nabuz. computing приподел relied Продолжение следует... Навесики я не делаю Ну у нас, блин, последние годы Вообще этого снега нету Да и Сойки редко попадаются Вот последний год, что я ставил позапрошлом году Я там, наверное, пару штук только словил Хотя капканов нормально там стояло И весь сезон Так что я не делаю Это лишний геморрой Для меня Все, идем дальше Уже поставил 4 капкана Очень странно Нету следов Косуль Есть только следы зайца и лисы Да и то как бы не очень много Куницы тоже не видно Белка есть Следочки О чем это говорит О том, что охотничий прессинг здесь В этом массиве леса По-любому уже всех коз Анчаками повыгоняли Ну окраина вырубок Окраина полянок Это такое типичное место Где куница любит проходить Мимо полянки по краю Либо вырубки Ну и конечно Повальные деревья Ее тоже очень Влекут и завлекают Да Здесь и по стаю И нравится мне конечно То, что нету следов Куничьих Уже нормально прошел Ай Могли бы быть Что ребята, как Новый год отметили? Напишите мне Кто как Кто смог 1 января На охоту поехать Или на рыбалку У кого хватило духу На это действо Потому что я наверное 2-го возможно Поеду Но может и нет Посмотрим на здоровье Ну я как бы собираюсь 2-го А вы напишите как там У вас прошло все Постоянно так Да и все Что я думала Может и куница Так пройдет Лиса прошла Что это Смерзла? Не вижу Это тоже лиса О! Первый след куницы Да Это все таки Куница ходила Давай поищи тут ее Ну это не свежая Не этой ночью А прошлая Ну одна точно есть Это радует Что хоть одна есть Крупный самец Ну Хоть какую-то надежду Меня вселило Вот она Вот Краем вырубки Как я говорю Идет Следы Ну там где я ставил Там не было Ну Ничего страшного Ага Вот она Поднималась Может тут и поставить Где-нибудь Нет Недалече Вот она Ходила Вижу Свеженький следок Этой ночью Похожим Решил кинуть Тут не собирался Капкан кидать Но кину Капканчик один У меня уже Их только парочка Осталось Уже я выхожу На финишную Прямую Маленький Сюда поставили Нулевочку Так 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 Что-то ходила тут Ходила она тут Да Ставим здесь Короче Туда Не понесем Его туда Далеко Ходила Вот она Куничка Вот там Видно Тоже бродила Этой ночью Это хорошо Это очень Хорошо Все Мы нашли Такое Дерево Давай Так Ну что Поставили Тут На вонючую Голову Капкан Ой Ну Если куница Походила Тут То есть Шанс Конечно Что она Еще раз Сюда Придет И Поймается В капкан Зайца Свет Да По крану Пройтись Может он Лежать Да Хороший Такой след Блин Давай поищи Набегал Он тут Серьезно Этот заяц Без 100 грамм Не разберешься Уже поздновато Не будем его Тут Ходить Распутывать Уже как-то я В начале В начале Ходьбы Еще хотел Как бы Тут по зайцу Может потом В конце Походить Сейчас уже Нифига Не хочется Что-то уже Подустал Уже Окуница Походила Это же Походу Уже Что-то Перехотелось Мне ходить По этому Зайцу Уже Хочется Домой Еще один Капкан У меня Как-то Вот Она тут Обитает Это чего Голос Отдает Неужели Нашла Ее Нашла Чива Чива Молодец Чива Тут Чива Чива Там Там Так Надо ее Стрелять Чива Чива Так Молодец Молодец Офигеть Чива Кунисот Работал Офигеть Чива Там О О О Чива О О О О Она Не видит Ее Не видит Не увидела Молодец Чивка Молодец Так У меня есть Семерочка Но это Какая-то Небольшая Ну По-любому Та Которая Тут Находила Молодец Молодец Чива Там 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 Вот Вот Она Вот Она Вот Она Чива О О О О О О Вот Она Молодец видно где она вот там сидит че? молодец, молодец семерочки семерочка красиво падала все, 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 все наша, 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 наша фу, фу фу а мне как, все уйди, уйди, молодец молодец ах, не зря мы сюда пошли, а а я тут у нее капканами обставляю эту куницу нельзя вот она лежала здесь где-то отдыхала в этих навал, все, хватит, успоко че, вот в этом году уже две куницы взяла молодец, молодец когда он сидел там я думал, что это маленькая куничка но это хороший самец я прошел тут, кстати, буквально от этого завала, ну, недалеко метров 20 тут смотрел следы кто шел, такой уже усталый поникший, нос опустил а сейчас уже все влечу, еще бы раз прошел конечно, мне надо было пыжика, наверное, с собой тоже взять но я подумал, что может тут козы будут ну и опять будет, типа 25, как в прошлый раз что козы хрен знают куда его увели ну, решил перестраховаться ну, сейчас по следам вижу, что тут коз вообще нифига нету поэтому в следующий раз смело его буду брать так, сейчас день будет возле машины последний капкан кину ну и конец расставил я, в общем, капканы все по топорику кузница Панова сделала отличный топорик для меня спасибо им большое единственное, что мне надо сделать это чуть здесь подубрать потому что для меня хват это очень очень слишком широкий ну, самую малость вот здесь боков надо подубрать вот так вот над скос и будет нормально расставил, короче, я все капканы все, что взял с собой все и расставил ну, как у меня были тут в пакете у меня еще в деревне есть у меня много капканов я когда-то ставил много было по 25 кунис ловил самое больше за сезон ну, это я тогда уже плотниково совсем занимался кунисами это у меня еще не было канала топор, в принципе, нормально ощущается на на поясе но я буду, скорее всего, что носить его в рюкзаке в рюкзаке все-таки удобней ну, и так, в принципе, удобно вот сейчас, как ставить вообще было классно хоп, достал сразу подрубил, подрубил нормально зачетный топор заходите, переходите по ссылкам смотрите там на ютуб-канале ихнем как бы очень много и разной интересной информации про ковку там, про оружие холодное ну, зайдите посмотрите кому интересно у меня уже в конце проскользнула мысль что я зря с собой ношу ружье оказалось, что не зря Чива три патрона даже всего заряжал Чива молодец отработала куницу это вторая куница в этом году что она отработала ну, молодец нашла вот такой вот самец крупный короче, ребята всех с Новым Годом оценивайте видео подписывайтесь на канал увидимся в угодьях все я погнал потому что уже надоед завтра 31 число и надо готовиться к Новому Году вот такая красотка такой тяжеленький жаль, нет весов надо весы в машину кинуть чтобы взвешивать и, конечно, у нас